Это программа «Мир за неделю» и мы, увы, вновь вынуждены начинать ее с новостей о коронавирусе. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми в связи с новой волной пандемии, заявил на этой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Зачем в Европе намеренно заражают пациентов, как проходят испытания препаратов против ковида и что там с вакциной. Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. Меня зовут Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. В Неаполе и Варшаве беспорядки на фоне протестов против карантина. В Брюсселе тотальный масочный режим и почти полный локдаун. В Париже комендантский час. Европа парализована второй волной пандемии. На улице Неаполя вышли владельцы ресторанов и магазинов, недовольные новым карантином. Местные власти фактически запретили выходить из дома ночью без уважительной причины. Что особенно возмутило молодежь. В ход пошли домовые шашки и петарды. Полиция ответила с изоточивым газом. Глава областного правительства призвал к введению комендантского часа по меньшей мере на 40 дней. В Германии побиты все показатели. И впервые с начала пандемии там за сутки больных ковидом больше 14 тысяч. Если Германия достигнет критической отметки 20 тысяч в сутки, то стране грозит второй локдаун. На фоне новой угрозы немцы начали массово скупать антисептики и мыло. В числе самых ходовых товаров перчатки и салфетки. Во многих городах и коммунах так стремительно выросло количество заболевших, что местные управления здравоохранения не справляются с тем, чтобы отслеживать контакты, уведомлять людей и просить их пройти тесты. А это была их главная задача во время пандемии. Но мы не бессильны. Мы держим ситуацию в руках. Мы можем остановить распространение вируса благодаря соблюдению ограничений. Ночная жизнь утихла и в городе огней. Улицы Парижа опустили после комендантского часа. У Эйфелевой башни, где туристы обычно останавливаются, чтобы сфотографироваться под мерцающими вечерними огнями, снова безлюдно. За неделю в стране удвоились практически все показатели эпидемии числа новых заражений, госпитализированных в реанимации, а также количество смертей. За последние 24 часа во Франции зарегистрировано больше 42 тысяч новых случаев. Общее число заболевших более миллиона. Рекорды в коронавирусном антирейтинге бьет Россия. Каждый день новый максимум по суточному приросту. Ковид-19 с начала пандемии заразились уже почти полтора миллиона россиян. Свыше 25 тысяч человек с последствиями инфекции не справились. В лидерах по приросту заболевших Москва. Общее число заражений там достигло почти 400 тысяч. Но несмотря на четвертое место мирового антирейтинга, российские власти не спешат вводить тотальный локдаун. Почему, выясняла Дана Нуржан. У нас трупы не надо. Все ковидные. Это не кадры из фильма ужасов, а подвал ковидного госпиталя в Барнауле. На видео тела умерших пациентов. Ролик облетел в соцсети и чуть позже Минздрав Алтайского края подтвердил. Это не фейк. В октябре в госпитале умерли 98 человек. В больнице нехватка персонала, нет мест в морге, патологоанатомы работают в две смены без выходных. А в Липецке в одной из больниц теперь принимают со своим койко-местом. Я еще раз привозил человека, уже как бы под 70 лет ей. Тоже сделали рентген, подтвердилась двухсторонняя пневмония. И потом я из приемного покоя вышел. Мне сказали, нужна раскладушка будет, привозите. Я съездил, привез ей раскладушку, отдал ей в приемном покое эту раскладушку. Российские регионы стонут от коронавируса. В Тюменской, Липецкой и Ростовской областях в поликлиниках сейчас частично приостановлена планово-профилактическая помощь. Не хватает мест, медиков и патологоанатомов. Перепрофилируют клиники, разворачивают временные госпитали. В Москве организовали 15 тысяч коек. Открыли законсервированные после первой волны госпитали в парках Крылатская, Сокольники, в павильоне ВДНХ и торговом центре Москва. Всего по стране развернули 200 тысяч больничных коек для зараженных коронавирусом. И это в 4 раза больше, чем было мест для инфекционных больных до пандемии. Многие опасаются, что как в первую волну за бортом останутся плановые пациенты и люди с хроническими заболеваниями. Многие пациенты, которые ожидали плановых операций, каких-то плановых госпитализаций, обследований и так далее, лишились этой возможности в период эпидемии. И из-за того, что стало меньше коек для плановых пациентов, и из-за того, что целые медицинские учреждения были выключены из системы специализированной медицинской помощи. В некоторых регионах ввели карантин или режим изоляции для наиболее уязвимых групп – пожилых и людей с хроническими заболеваниями. А где-то, например, в Орловской области установили учетно-заградительные посты и проверяют всех въезжающих на коронавирус. В столице ввели дистанционное образование для старшеклассников и QR-коды для посетителей баров и клубов. Кроме того, в общественном транспорте усилились проверки масочного режима, а прохожие фиксируют, как правоохранители задерживают пассажиров без масок. В Подмосковье запретили проведение любых массовых мероприятий с присутствием зрителей, а также посещение музеев и заповедников. Такие же ограничения в скором времени ожидаются и в Москве, однако власти уверяют – тотального карантина постараются избежать. На вопрос, почему при 11 тысячах заражений в сутки весной вводили тотальный карантин, а сейчас при 17 тысячах заражений в сутки нет ни намека на изоляцию, есть три варианта ответа. Экономически бизнес просто не выдержит еще одного локдауна. Медицинский – уже восьмой по счету протокол лечения ковидных больных намного эффективнее предыдущих, а тяжелых больных все меньше. И эпидемиологический – это снижение вирулентности вируса, который со временем должен стать чем-то вроде гриппа. По мнению эпидемиологов, в тотальном карантине сейчас нет необходимости. Это была, в общем-то, проба. Это был эксперимент, что делать и что может ли случиться снижение заболеваемости при жестких карантинных мерах. Частично это сработало, но только частично. Сейчас достаточно очевидно, что главными мерами должны быть социальная дистанция, полутораметровая, очень жесткая личная гигиена, средства индивидуальной защиты маски и перчатки. Поэтому я осторожно предположу, что сейчас на тотальный карантин, видимо, никто не пойдет. Мы должны просто для себя выяснить один момент. Ковид пришел, уходить не собирается. И сейчас мы только в самом начале пути общения с этим возбудителем. Вернуться к нормальной, доковидной жизни раньше февраля 2021 года не получится, уверяет российский Минздрав. А возможно, не получится и до 2022 года, считают некоторые эксперты и политики. Пока новая инфекция неуправляема ни фармацевтически, ни вакцинированием, специалисты делают очень осторожные прогнозы о том, как долго это все продлится. Управлять инфекцией в России решили не карантином, а вакцинированием. Власти страны на неделе заявили о планах по массовой иммунизации населения. Экстренно вакцинировать группы риска начали и в Китае. При этом, напомню, ни одна из вакцин в мире еще не прошла до конца все этапы клинических испытаний. Не спешат ли страны и кто готов рисковать? Об этом на неделе много писали на страницах мировой прессы. Моя коллега Асем Хасенхаза изучила самые интересные моменты. В Британии добровольцев, прошедших вакцинацию, будут намеренно заражать ковидом. А в Америке препарат начали тестировать на детях. В чем причина экстренного использования вакцины против ковид-19 в Китае? Статья с таким заголовком появилась на страницах Женьминь Жибау. Журналисты этой китайской газеты от лица своих читателей задали этот вопрос представителям Минздрава Поднебесной. В ведомстве отметили, что все ради блага самих жителей, все добровольно и все законно. Воскурсе и дало добро. Экстренное применение вакцины является необходимой мерой для обеспечения здоровья работников отдельных сфер пограничников и соцработников, например, отмечается в статье. Вакцинировать начали и в России врачей и учителей, но меры пока, так сказать, точечные. Массовая же иммунизация ожидается в следующие месяцы. Как отмечают в BBC, россиянам нужно выиграть время. Для этого надо ограничить контакты и носить маски. Между тем, гонка за вакциной набирает обороты и, видимо, ученые готовы на многое ради победы. В Британии в ходе испытаний препаратов десятки добровольцев после вакцинации будут намеренно заражены ковидом, дабы посмотреть, справится ли препарат с реальной угрозой. И, похоже, это станет решающим моментом в гонке, отмечается в американской New York Times. Пока во всем мире ученые ждут, когда вакцинированные люди столкнутся с вирусом, британские исследователи намеренно заразят их в изоляторе больницы. Ученые десятилетиями использовали этот метод для тестирования вакцины от брюшного тифа, холеры и других заболеваний. Идею заражения добровольцев коронавирусом оценили журналисты издания «Арстехника», опубликующие обзоры по вопросам науки. По их мнению, с одной стороны, этот способ поможет ученым более тщательно изучить аспекты инфицирования, которые трудно, если вообще возможно изучить в реальных случаях. Например, сколько вирусных частиц нужно человеку попасть в нос, чтобы вызвать инфекцию. Но, с другой стороны, пишут журналисты, несмотря на то, что в испытаниях будут участвовать только молодые и здоровые люди, они не защищены от тяжелых случаев COVID-19. Некоторые молодые и здоровые люди умирают от болезни. Исследователи пока не понимают, почему это так. И они не смогут гарантировать, что участники испытания не умрут после преднамеренного воздействия вируса. А это создает серьезную этическую дилемму. В Америке вакцину от коронавируса вообще начали тестировать на детях, точнее, подростках. Как отмечают журналисты USA Today, единственной из фармкомпаний, подключивших несовершеннолетних к испытаниям вакцины, стала американская Pfizer. Местные педиатры к этому относятся скептически, считают, что ученым следует подождать, пока вакцины не станут безопасными и эффективными для взрослых, прежде чем переходить к детям. Между тем, в мире продолжаются исследования противоковидных препаратов, пока без особого успеха эксперты считают, что изменить ход пандемии может все-таки только массовая вакцинация. Спасибо. Это была Асем Хасенхаза, которая представила обзор прессы. 85 миллионов рабочих мест столько в ближайшие пять лет будут вынуждены сократить работодатели по всему миру на фоне изменений, которые принесла пандемия. Она ускорила будущее рынка труда, говорят эксперты Всемирного экономического фонда. И успокаивают. За те же пять лет в мире может появиться порядка 97 миллионов рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами. Своим мнением на этот счет с нами поделился эксперт по цифровой трансформации. Некоторые компании уже активно выпускают беспилотную крупногабаритную технику, которая достаточно серьезно используется в промышленности. Поэтому роботизация уже, что называется, вплотную подобралась к человечеству и, более того, перемеряет на себя искусственный интеллект. В целом, на мировую экономику это явление должно наказать влияние положительное, так как роботизация открывает новые возможности для компаний в полане сокращения затрат и получения максимального экономического эффекта. И при этом мы с вами на выходе имеем достаточно качественный и стабильный продукт. Конечно же, здесь появляются так называемые вымирающие специальности, но говорить о тотальной замене людей роботами не приходится. Все-таки это взаимное дополнение друг друга. Во-первых, роботы нужно обслуживать кому-то. Во-вторых, роботы применяются, прежде всего, на типовых операциях и в экстремальных условиях для человека. Поэтому здесь нам роботы только в помощь. Полтора часа прений, взаимные обвинения и чуть больше конструктива, чем раньше. В американском Нэшвилле прошел финальный раунд предвыборных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена. В этот раз претенденты на кресло в Белом доме, по крайней мере, не опускались до взаимных оскорблений и не перебивали друг друга. За это стоит поблагодарить комиссию по дебатам. Они распорядились отключать микрофон кандидатам во время речи оппонента. Главной темой по-прежнему осталась пандемия. Дискутировали также о национальной безопасности, проблемах расизма и миграции. 220 тысяч американцев умерли. Если ты не слышишь всего остального, услышь следующее. Любой, кто ответственен за такое большое число смертей, не должен оставаться президентом США. Мы учимся жить с этим вирусом. У нас нет выбора. Мы не можем запереть себя в подвале. А это именно то, что делает Джо. Ему нравится жить в подвале, но остальные не могут себе этого позволить. Американцы учатся не тому, как с этим жить, а как с этим умирать, потому что президент никогда не говорил им, насколько опасен этот вирус. Не обошлось и без скандальных дел. Байден вновь обвинил Трампа в наличии бизнеса в Китае, о чем ранее писали американские СМИ. Более того, он допустил, что глава Белого дома выплатил в КНР в 50 раз больше налоговой суммы, чем в США. Трамп, в свою очередь, напомнил об истории с компроматом на сына Джо Байдена. Я не делаю деньги в Китае. Ты это делаешь. Я не получаю доходы из Украины. Ты это делаешь. Я также не зарабатываю в России. Это ты и твой сын заработали там 3,5 миллиона долларов, Джо. Я не получил ни пения от иностранных государств. Более того, я опубликовал все свои налоговые декларации за 22 года. Основная задача оппонентов – привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей. И времени на это все меньше и меньше. Потому что свой выбор на досрочном голосовании сделали уже больше 50 миллионов американцев. Среди них и Трамп, проголосовавший за себя же в субботу во Флориде. В целом, эксперты отмечают рекордно высокую явку и вовлеченность избирателей. Если верить опросу, проведенному компанией ССРС, по итогам финальных дебатов, зрителям более убедительным показался Байден. Демократ обошел республиканца почти на 15%. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в неготовности остановить военные действия. Бои с разной интенсивностью идут по всей протяженности фронта. Режим прекращения огня не соблюдается. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика обвинила Азербайджан в обстреле ключевых дорог и инфраструктуры. В Баку утверждают, что с территории Армении идет обстрел Кубатлы и Лачина. Поэтому азербайджанская армия продолжает наступательные бои в этом направлении, отметили в Министерстве обороны страны. Между тем, пока стреляют пушки, примирить стороны пытаются дипломаты. По отдельности с главами внешнеполитических ведомств конфликтующих сторон он встретился на неделе глава МИД России Сергей Лавров. Отдельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана главой МИД Армении провел в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео. Однако какого-то значительного прогресса по итогам этих встреч не наблюдается. А вот в Ливии, похоже, достигли долгожданного перемирия. В пятницу итогом пятидневных переговоров в Женеве стало подписание соглашения о прекращении огня между враждующими сторонами. Непростой разговор состоялся благодаря усилиям представителей ООН. И речь идет о постоянном прекращении огня. Подписание исторического документа присутствовавшие встретили аплодисментами. Многолетний конфликт унес жизни десятков тысяч ливийцев. Многим пришлось спасаться бегством из страны. После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия поделилась на две части. На признанное ООН правительство национального единства, базирующееся в Триполи, и восточные территории, которые контролирует маршал Халифа Хафтар при поддержке ряда государств. Стороны договорились, что все воинские части и вооруженные формирования, находящиеся на линии фронта, должны вернуться на базы. Это должно сопровождаться выводом наемников и иностранных боевиков со всех ливийских территорий, сухопутных и морских, в течение максимум трех месяцев сегодняшнего дня. Когда пройдут повторные выборы в Кыргызстане, и кто создаст первую мобильную связь на Луне? Об этом и не только в нашем традиционном обзоре. Повторные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут только в следующем году. Не раньше марта, как заявил исполняющий обязанности президента республики Сады Ржапаров. По данным его пресс-службы, точные сроки проведения выборов парламентариев будут назначены после проведения конституционной реформы. Также накануне Цык Кыргызстана назначила досрочные президентские выборы в республике. Они пройдут 10 января следующего года. Американское правительство подало иск против Google. Министерство юстиции США объявило IT-гиганта в нечестной конкуренции и монополизации. По мнению ведомства, компания намерена подавляет более мелких конкурентов, чтобы укрепить свою лидирующую позицию на поисковом рынке. К иску присоединились 11 штатов в Google. Претензию без ответа не оставили. Там иск министерства назвали дефектным, отметив, что люди используют их сервис по своему собственному решению, а не из-за отсутствия альтернативы. NASA и Nokia построят на Луне сеть 4G. Как ожидается, сотовая сеть будет развернута в конце 2020 года. По плану она позволит дистанционно управлять луноходами, совершать навигацию в режиме реального времени и передавать видео высокого разрешения. Сеть также предоставит астронавтам более широкие возможности голосовой и видеосвязи. Лунная сеть специально разработана, чтобы выдерживать суровые условия запуска и посадки на спутник, а также работать в экстремальных условиях космоса. В Дубае заработал самый большой в мире фонтан, вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Он находится у искусственного острова Пальма Джумейра. Красочный запуск новой достопримечательности транслировали в режиме реального времени на весь мир. Площадь архитектурного творения свыше полутора тысяч квадратных метров. Водиные струи, взлетающие в воздух на рекордные 105 метров, подсвечивают свыше трех тысяч светодиодов. Фонтан будет работать круглый год, а трехминутное музыкальное шоу будут включать каждые полчаса. Необычная вакансия открылась в Германии. Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха ищет сотрудников, которые будут обзванивать пациентов, помещенных в изоляцию, узнавать список контактных лиц и заносить все эти данные в электронную базу. Впрочем, иногда пациентов нужно будет и навещать, чтобы брать повторные анализы. Интересно, что активно откликались на вакансию безработные сотрудники авиакомпании Люфтганза. Но тут важное уточнение. Соискатели должны иметь медицинское образование. А вот в Чехии и Финляндии ковид-детективами уже больше месяца работают собаки. Четвероногие проходят специальную подготовку для определения диагноза ковид-19 по запаху. В аэропорту Хельсинки уже действует пилотный проект, который продлится до конца года. В нем участвуют 16 собак, задача которых – учуять инфекцию у пассажира. Если четвероногие что-то заподозрят, пассажира пригласят сдать тест в медицинской комнате в аэропорту. А вот в чешском проекте по переподготовке собак находится 18 питомцев. Отмечу без радости, эту идею восприняли зоозащитники, на что парировали ветеринары. Исследования по вопросу заражения четвероногих уже проведены. И опасаться за их жизни не стоит. Таким был мир на этой неделе. До встречи в следующее воскресенье. Субтитры подогнал «Симон»!